Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Антон, ты чего? Что непонятного? Я увидел Париж и умер. Господи, да до Париж же еще ехать. Мы в аэропорту Шар-де-Голь. Вставай. Всем привет, друзья. С вами Орел и Решка Мегаполисы. И мы прилетели в Париж. Уи. Ну что, Визави, идем ва-банк, поделим бюджет, Орел. Решка. Антон, мне очень нужно Диснейленд. Я Богема. Это мечта всей моей жизни. Меня ждет отличный бон-бойаж, ла-карте, удачи, бон-боньерте. Мы с тобой не подружимся, ла-пи-жон. Кофе, круассаны, звуки шарманки. Таким мы представляли себе идеальный уикенд в Париже. Никто и подумать не мог, что за день до нашего приезда в соборе Нотр-Дам вспыхнет пожар. И Орел и Решка станет первыми свидетелями этой трагедии. Такой Париж вам не покажет больше никто. Париж не очень гостеприимный город. Обзирает до нитки туриста уже с порога. Это просто ужасно. Грабительский курс и грабительская комиссия. За 100 долларов я получила 70 евро и 50 центов. Дорогих гостей в Париже встречают с почестями, а я гость не из дешевых. Поэтому мне даже не нужно было думать какую заказать машину. Мой фешенебельный отель все решил за меня и заказал мне по-настоящему парижский автомобиль. Ситроен ДиЭс. Это не просто машина, это легенда. Ситроен ДиЭс в народе прозвали богиней. От французского ДиЭс. Франкофилы порадуются, тут будут титры. В 50-х эта машина стала техническим прорывом и была круче, чем Тесла сегодня. У нее у первой были электрические стеклоподъемники, и даже фары поворачивались вслед за рулем. В Париже есть миллион способов добраться до города. Все зависит от вашего бюджета. Можно поехать на такси за 60 евро. Богачи. Можно на электричке за 10 евро. Но я знаю самый дешевый способ добраться до Парижа. Для начала вам нужно сесть на шаттл и добраться до терминала Росиполь. Пришли на остановку. Находим автобус 350, а я его уже нашла. Едем в город. 60 минут, 6 евро, я в Париже! Последний месяц Париж ассоциируется у всех только с одним событием – пожаром в соборе Нотр-Дам-де-Пари. Внимание всего мира приковано к этой трагедии. Поэтому и мы, конечно же, первым делом отправимся именно туда. Я арендую персональный катер и увижу последствия трагедии с реки. Можем отправиться прежде всего к Нотр-Даму? Нет. Основной путь к нему перекрыт, поэтому нам придется сделать крюк, чтобы до него добраться. Есть два пути вокруг Нотр-Дама. Ближний закрыт. Пожарные берут оттуда воду, потому что на следующий день после большого пожара в соборе случилось и еще одно небольшое возгорание. А как близко мы его сможем увидеть? Только сзади. Путь со стороны фасада закрыт. А я постараюсь пробраться к Нотр-Даму настолько близко, насколько меня пропустят. За несколько дней до нашего приезда в Париже случилась трагедия мирового масштаба. В соборе Парижской Богоматери случился пожар. Был теплый апрельский вечер. Туристы фотографировались на фоне Нотр-Дама. Местные жители торопились домой после работы. В соборе началась вечерняя служба. Ничего не предвещало беды. Но вдруг над Парижем появился столб дыма. Тогда никто еще не знал, что горит главный храм города. Только через 20 минут кто-то выложил в интернете видео. Так, новость об этой ужасной трагедии облетела весь мир. Миллионы людей были прикованы к экранам. Я был дома, было время новостей, я включил телевизор и услышал, как президент Макрон говорит о том, что горит Нотр-Дам. Минут десять я не осознавал, что происходит. Началась эвакуация. Из Нотр-Дама вывели людей и перекрыли ближайшие улицы. Тушить пожар приехало почти 400 пожарных. В заложниках у огня остался сам собор и реликвии, которые в нем хранились. Терновый венец, в котором был распят Иисус. Орган 15 века и знаменитые витражи 12 и 13 веков. В 19.43 обрушился шпиль. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я каждый день ходила здесь. Иногда даже не поднимала глаз, чтобы посмотреть на шпиль. А теперь слишком поздно. С 15 на 16 апреля во Франции не спал никто. Пожар потушили только в 9 утра. Когда пожарные зашли в собор, перед глазами предстало чудо. Среди обломков стоял золотой крест. Собор остался цел. Вот и сам Нотр-дам после пожара. Нет только знаменитого шпиля и крыши. И чудом удалось избежать человеческих жертв. Такое чувство опустошения внутри, когда ты видишь шедевр готики, в котором происходили невероятные исторические события. Был покорен огнем. И если я так переживаю, просто турист, то я не могу себе представить, что чувствуют сами французы. Я увидела дым и пламя. Я плакала. Вы плакали? Да. Так же, как и много других людей. Потому что в это невозможно было поверить. Подумайте только. 9 столетий. Я чувствовала такую боль только в тот день, когда я потеряла свою мать. Он был как близкий родственник. Я слышала, что правительство обещало восстановить его за 5 лет. Вы не верите в это? Нет. Думаю, минимум 10. Я родилась в Париже. Я прожила здесь всю свою жизнь. Сейчас мне 70. И я не знаю, застану ли я его таким, как прежде. А что они делают там сейчас? Ведь огня уже нет. Сейчас пожарные выкачивают из собора воду. Ее там очень много. И чтобы больше не случилось никаких неприятностей, ее нужно быстро убрать. Сейчас весь мир интересует главный вопрос. Возможно ли восстановить собор? И сколько денег и времени на это понадобится? Уже на следующий день после пожара запустили международный сбор пожертвований. За 24 часа собрали 700 миллионов долларов. Французы верят и мы тоже, что в скором времени его реконструируют и мы увидим Матердам до Пари в его первозданном прекрасном виде. Друзья, мы часто селимся в крутых отелях, но сейчас будет не просто отель, а настоящий дворец, который построили по заказу Людовика 15-го. Ль отель де Крион. Роузвуд-отель. Его выбирали самые богатые и знаменитые люди, начиная с 18-го века. Это прадед современных пятизвездочных гостиниц. Приветствую. Добрый день. Добро пожаловать в отель де Крион. Спасибо. Это не отель, это дворец. Вау. Что в переводе с французского? Ё-моё. Столько роскоши и великолепия в одном месте. Я впервые в таком отеле, поэтому не хочу сразу идти в номер, хочу все рассмотреть. Сама Мария Антуанетта обучалась здесь игре на фортепиано. Здесь казнили Людовика 16-го и Марию Антуанетту. Дей Граус. За более чем сто лет здесь останавливались Уинстон Черчилль, Артур Конан Дойль, Энди Уорхол, Чарли Чаплин, Айседора Дункан, Мадонна и Майкл Джексон. Господа, Розе. Добро пожаловать в номер от Карла Лагерфельда. Я даже боюсь представить, что меня ждет в лучшем номере такого отеля. Граус. 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 Париж настолько прекрасен, что просто погулять по улицам мало, хочется увидеть эту красоту со всех сторон. Вариантов масса. Почти на любом символе Парижа есть смотровая площадка и самая популярная, конечно же, на Эйфелевой башне. И конечно все хотят подняться, чтобы увидеть Париж с высоты птичьего полета. Ну да, прям все хотят. Но цены кусаются. Смотровых на Эйфелевой башне две. Одна на втором этаже. Подняться туда стоит от 10 до 16 евро, а вторая на самой вершине башни. Туда билеты дороже всего – 19 евро пешком и 25 на лифте. И это только за то, чтобы подняться и посмотреть на город. Но я знаю одно место, где можно увидеть в Париж с высоты птичьего полета совершенно бесплатно. За бесплатным видом отправляйтесь в торговый центр «Принтам». Он есть мужской и женский. Вам нужен мужской. «Принтам ОМ». Заходите и поднимайтесь на 9 этаж. Класс! Здесь Париж словно на ладони. Тут же все видно – опера, Большой дворец, Эйфелева башня. И все это, я напомню, совершенно бесплатно. Этот номер сдается за космические, невероятные, фантастические и для нас с вами невообразимые 37 тысяч евро. По этому номеру даже страшно ступать. Хочется надеть на себя одну большую сплошную бахилу. Почему такие дикие деньги всего за одну ночь? Потому что это номер от Кутюр. И ведь все вот это великолепие придумал, сфантазировал один человек Карл Лагерфельд. Вы все его прекрасно знаете. Такой странный седой мужчина с хвостом и в темных очках. Главный дизайнер дома Шанель. 600 разных материалов, 40 видов мрамора, отделку каждого миллиметра этого номера Лагерфельд выбирал сам. Ванна весом в 2 тонны полностью из карарского мрамора. И чтобы доставить ее сюда, ее поднимали через окно и установили не просто так, а на кубы тающего льда, чтобы ванна постепенно опускалась на пол и тот не лопнул. Думаете, это умывальник Лагерфельда 21 века? Нет, это фонтан Версаля 18 века. Причем настоящий. Но кто из людей может позволить себе умыться в фонтане? Только ВДВшники и я. Я знаю, что этот номер с секретом. Говорят, здесь есть тайная комната самого Лагерфельда, его гардероб. Я тысячу раз видел это в приключенческих фильмах. Это работает вот так. Карл Лагерфельд любил путешествовать со своей кошкой Шупет. Так что специально для нее он создал в отеле отдельный номер. Хозяева, мур мяу мам в хату. Шупет – любимая кошка Карл Лагерфельда и самая богатая кошка в мире. На рекламе в год она заработала 3 миллиона долларов. Вот оно внимание гения к деталям. Даже ковер выглядит так, как будто здесь поцарапано котом. Когда я себе наконец новый закажу? А то с этим суперских фоток уже не сделаешь. Так, что у нас там на е-каталоге новенького? О, смотри, камерафоны появились. Ну, это те же смартфоны, только с крутой камерой. То, что я ищу. Вот эти модельки мне нравятся. Сейчас сравню по параметрам, отзывы почитаю. Со смотровой площадки можно увидеть не только то, как красив Париж, но и то, как необычно он устроен. Всего 20 округов, они идут по часовой стрелке и начинаются с центрального. И сверху это все похоже на улитку. И очень важно при выборе жилья ориентироваться по этим округам. Сейчас все объясню. Если вы хотите постоянно слышать шум от вечеринок студентов, то для вас 11 округ. Если вы хотите познакомиться с мошенниками и встретить представителей древнейшей профессии, то для вас округ 18. А если вы хотите побывать в центре арабского Парижа, то для вас округ 20. В этом районе живет больше всего людей и почти все мигранты. Здесь хоть и очень дешево, но не очень безопасно. А если вы хотите половину бюджета тратить на общественный транспорт, то для вас 12, 14, 15 и 17 округа. А если вы хотите жить в самом центре Парижа, то для вас с 1 по 5 округ, но имейте ввиду, цены там кусаются. Это вариант для богатеньких буратин, вроде Антона. А бюджетные туристы знают, что самый оптимальный вариант – поселиться в округах 6, 7, 8, 9. Это близко к интересным местам и в два раза дешевле, чем в центре. В центре Парижа почти не осталось парижан. Все они продали свои дома под хостелы, магазины и кафе, ну или сдают квартиры в аренду туристам. Так что даже со ста долларами есть шанс найти себе что-то в центре и не потратить на это весь свой бюджет. Я буду жить в хостеле-сети Бюро де Вояж де ла Женес, то есть бюро путешествий для молодежи. Добрый день! Сколько будет стоить кровать в самом дешевом номере? Цена 27 евро вместе с завтраком. С завтраком? Это идеальная цена. Айти беру. Слушайте, шикарный хостел. Здесь просторно. Всего три кровати. Пахнет чистотой. Да ладно? У меня есть свой туалет. А, туалета нет, но есть душевая. Ночевать за 27 евро в 15 минутах от триумфальной арки еще и в одном из самых безопасных районов Парижа? Да это же просто подарок! Хотите разбавить розово-ванильное впечатление от Парижа и пощекотать всеми нервы? Отправляйтесь в подземный город мертвых. В катакомбы. Катакомбы – это мрачное место, которое еще больше омрачает мрачная очередь. Чтобы вы понимали, насколько длинная очередь, вот этому мужчине в начале очереди было 13. Сколько вы стоите в очереди за билетами? Почти два часа. Почти два часа? Два часа они стояли, девчонки. Лучше б я с ними постоял. Но у меня я заранее купил в турагентстве билет и теперь, конечно, жалею. В катакомбах можно сходу снимать фильмы ужасов. С каждым шагом потолок становится все ниже и ниже. Здесь написано – остановись, тут царство смерти. Сань, может не пойдем? Ну конечно. Только после вас? С радостью пропущу. Вдоль всех стен в десятки рядов сложены человеческие берцовые кости, которые чередуются с рядами из человеческих черепов. И это не муляжи. Это настоящие останки тысяч когда-то живших в Париже людей. Как они попали сюда – история мрачная. Изначально это были просто каменоломни, где добывали известняк. А потом город накрыла чума. Она унесла жизни половины парижан. Трупов было так много, что их решили не хоронить на кладбищах, а снесли сюда. Так в Париже появился город мертвых. Для сравнения, сейчас в Париже живет 2 миллиона 200 тысяч человек, а здесь останки 6 миллионов. Заходишь в эти катакомбы, первое впечатление – да нет, это все какая-то выставка, муляжи, чтобы создать внутри тебя вот это ощущение страха и испуга. А потом проходишь мимо, вглядываешься, понимаешь, что все, вот все, я буду живые люди. Что странно, так это то, что все ведут себя, будто пришли в комнату страха в лунопарке. Это смотрится очень странно. Мало того, что люди на фоне всего этого откровенно фотографируются, вот сюда в колодец бросают монетки. Зачем? Чтобы вернуться? Я, пожалуй, бросать не буду. В Париже почти полторы сотни музеев. Лувр, музей Д'Арсе, музей Родена, центр Помпиду. Продолжать можно до бесконечности. А для тех, кто устал от всей этой вычурной классики, в Париже открылся новый прогрессивный музей. Ателье Дель Мюнге – это первый цифровой музей в Париже, который воспроизводит картины известных художников под музыку известных композиторов. Вы это видите? Здесь на стенах огромные картины, которые оживают. Сложная система из 140 проекторов выдает на стены изображения знаменитых полотен голландского художника Ван Гога. И каждый, кто находится в этом павильоне, становится частью картины. Можно погулять в его звездной ночи. Оказаться в его ночном кафе. И рассмотреть каждый лепесток его подсолнухов, как никогда близко. Вы понимаете, до чего дошел прогресс и как в передовых странах научились приучать людей к искусству? Глядишь, приедет человек сделать фоточку для инстаграма, а посмотрит на знаменитые шедевры и запомнит, что картина с желтыми кружочками на синем фоне – это Ван Гог. А там и искусством заинтересуется. А где это я? И тут кроме меня ничего не видно. Так, пора уже себе селфи-палку купить. Ну, чтобы было видно на фоне каких крутых достопримечательностей я фоткаюсь. На и каталоге должно быть море интересного. Так и есть. Так, вот эта селфи-палка под мой телефончик подойдет. И это выбор большой. Сейчас сравню цены и определю. Конечно, самое раскрученное, самое популярное развлечение в Париже – это кабаре муллин-руш. Красная мельница, как несложно догадаться. Орел и решка побывали практически во всех кабаре Парижа. Но вот в самом легендарном не были. Сейчас я это исправлю. Муллин-руш – название, которое слышал каждый человек в мире. Муллин-руш – самое известное кабаре во Франции. И здесь всегда аншлаг. Но с золотой картой мне открыты любые двери. Посмотреть легендарное шоу приходит 630 тысяч зрителей в год. Всю свою жизнь представлял, как я здесь когда-то наконец-то окажусь. И вот мечта исполнилась. И пока здесь красивее, чем даже в самых моих ярких мечтах. А перед началом представления в муллин-руш – изысканный ужин. Думаете, здесь угощают орешками и пивом? Нееет. Французской классикой – фуа-гра и, конечно, шампанским. Шампанское – это официальный напиток муллин-руш. В год здесь открывают 240 тысяч бутылок. А привозят их только из самых известных французских погребов. За несколько минут до начала шоу забирают все блюда. Ну, во-первых, это абсолютно правильно, чтобы не стучать и не бренчать столовыми приборами и посудой. А во-вторых, ну мы же не звери, пожалейте танцовщиц. Они вообще не едят, их каждый день взвешивают. Все, начинается. Я уже вижу их силуэты. Конечно, кабаре – это не просто шоу, это эротическое шоу. Секунду, на них просто резко стало меньше одежды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красиво. Ну и, конечно же, главный номер Кабаре Мулен Руш – это… Кан-кан. Мы говорим Мулен Руш, подразумеваем Кан-кан. Говорим Кан-кан, подразумеваем ногой. Вот так хобана! Первыми танцовщицами Кан-кана в Мулен Руш были прачки, швеи и горничные. Днем они работали, а ночью становились новыми звездами Парижа. Танец, который во Франции, стране довольно вольных взглядов, и то считался непристойным. Они разбегаются и с разбега прыгают в шпагат. Нет, у меня бы один раз так получилось. Но первый и последний раз. Критерии отбора в Мулен Руш такие же, как 60 лет назад. Они вообще не изменились. И это сделано для того, чтобы зрителю казалось, что на сцене находится одна девушка, а все остальное – это мираж, игра света, их воображение и фантазии. Как я убого смотрюсь на вашем фоне. Да нет, отлично, по-моему. Я буду тогда на русском. Здрасте. Во-первых, Оля – это мое любимое имя. Ой, очень приятно. Судя по тому, что говорите на русском, вы из Казахстана, а как вы оказались тут? Приехала на кастинг сюда в Париж 10 лет назад, и было очень много народу, было 120 человек. И так сложилось, что я попала в Мулен Руш, как солистка Канкана, которого наверняка видели тоже. А Эсмеральда – она принципал дэнсер, певица-сингер. Я читал о жестоких правилах, критериях отбора, что если вот вы съели булочку и на 100 грамм больше, то вас выгоняют из этого номера. Это правда или это такой стереотип? Когда нас берут на работу, мы подписываем контракт, нас ждут оставаться постоянно одинаковым. Мы можем брать 2 килограмма в плюс или терять 2 килограмма. Если больше, нам выпишут какое-нибудь письмо с предложением, если хотите остаться, то сделайте что-нибудь. Я должен поцеловать своего оператора. Парижская бутылка спрятана на улице Шарля Шмидта в сквере возле лицея под 3-й от входа клумбой. Удачи! В Париже ходят слухи, что бюджетному туристу тут будет ой как не сладко, потому что продукты здесь очень дорогие. Но с вами Оля и ее рубрика «Разоблачение теорий». И сейчас мы узнаем, правда ли это. Следуйте за нами. Идете в самый обычный супермаркет и попадаете в гастрономический рай. Смотрите. Так, 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 так. Опа! Это у нас что? За 2,06? А, это шаманская. Так, что же выбрать? За 2,06 или за 2,71? Выбор сложный, но я беру дешевле. Так, мне еще нужен сыр. Вот это я понимаю изобилие. Так, что тут есть? Аромат хороший. Боже. 3 евро. Сыр из плесени. Французский. А чего за 3 евро? Ребята, это же сырный рай. Ого, прикиньте. 200 грамм хорошего сыра евро 37. Евро 37. Я пошел на кассу. И кто говорил, что здесь дорого? Кто это сказал? Друзья, попробуйте купить шампанское и сыр у себя дома за такие деньги. Это же нереально. Красный свет, дороги нет. Но нам все равно, потому что мы заряжены позитивом. В Париже есть традиция – в теплое время года ужинать на берегу Сены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но оказалось, что я не одна такая умная. На пикник на набережную Сены выходит весь город. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это по-барски. Гадончели с расплесенью прям с упаковки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошие, слушайте. За два-то евро. Я бы даже сказала восхитительные. Париж – чудесный город. С хорошими сырами, вином, дружелюбными французами. С красивым языком. Французский язык очень красиво звучит. Мне нравится. А теперь пора спать. Я встала так рано, чтобы показать вам секретное место. А вот и мой секрет – площадь Тракадыром. Если не полениться и приехать сюда в 7 утра, вы сможете сделать фото с Эйфелевой башни без единого человека. Да, встать рано утром того стоило. Как красиво! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красиво, правда? А теперь смотрите, что здесь будет твориться через час. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну короче, вы поняли. Кто рано встает, у того круче фотки. Я молодец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Утро богатого человека начинается, как жизнь на земле, в воде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бонжур. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гулять по Парижу, конечно, классно, но ноги устают конкретно. А тут все на каждом шагу то на велосипедах, то на самокатах катаются. А что мне взять? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Год назад в Париже появился сумасшедший популярный транспорт – электросамокаты. Уже через полтора месяца парижане накатали 240 тысяч километров. О, как раз самокат. Где деньги пихать. Извините, как мне взять самокат? Вам нужно приложение. Приложение? Да, там кьюар-код. Отсканируйте его, чтобы взять самокат. О, спасибо большое. Ого! Здесь прям вот так показывает все самокаты, которые есть поблизости у тебя. А-а-а, тут надо реквизиты карточки, которые у меня нет. Я, например, наизусть помню номер золотой карты. А если я веду? А мне не будут ругаться, продюсеры? Я все отдам, честно. Самокат берется одним кликом, его нужно только разблокировать в приложении. Как только взял самокат, сразу снимают 1 евро с карточки. А дальше – 15 евро центов за каждую минуту. У меня уже время пошло. 7 секунд, а я еще ни к разу не прокатилась. Как так быстро? Реально 7 секунд. Уже 16. Я время трачу. И че? А как? Пуш-пресс-го. Не введена. А короче, если разгоняешься, он заводит мотор! Он такой резвый капец! Скорость такого самоката – 20 км в час. Заряда хватает на 40 км. Так что можно объездить весь центр. Уху, я еду! А куда? Фу, мне кажется я навернусь на нем. А мне не получается им плавно пользоваться. Мои щеки трясутся. Бонжур, бонжур, мусси. Каждый второй турист, который приезжает в Париж, обязательным пунктом для посещения ставит Диснейленд. Я еду в Диснейленд! Диснейленд – это волшебная страна детства! Персонажи любимых фильмов, аттракционы, развлечения, подарки, сладости и эмоции, эмоции, эмоции! Только вдумайтесь, сюда приезжает 17 миллионов человек в год. А знаете почему? Потому что это единственный Диснейленд в Европе. До США, Гонконга, Японии лететь далеко. Поэтому все и едут сюда. Представляете, за год туристы здесь съедают 4 миллиона гамбургеров, 283 тонны чипсов и выпивают 6 миллионов литров колы. Одни кушек Микки Мауса тут скупают больше 15 миллионов пар в год. В таких парках понимают, что лучше всего продаются эмоции. Люди готовы отдать сотни долларов за исполнение своей мечты или желания своего ребенка. И тут начинает работать вселенский пылесос по выкачиванию денег. Ну, со мной такого не проканает. Слушайте, а простите, где вы купили такую футболку? На самом деле, парижский Диснейленд – это не один парк развлечений, а сразу два. Первый Дисней парк. Это Мэйн-стрит – главная улица парижского Диснейленда. Вдохновением для нее послужил родной город Уолта Диснея – Марселин штата Миссури. Ну красиво, не правда ли? Это здесь замок спящей красавицы и персонажи из старых диснеевских мультиков. Если вы в Диснейленде с маленькими детьми, то вам сюда. Ничему девочка сказка не учит. А для тех, кто повзрослее, интереснее пойти во второй парк – Дисней Студиос. Аттракционы тут покруче и пострашнее. Здесь все сделано, как огромная киностудия. Здание похоже на съемочные павильоны. Главная улица – в точности бульвар Голливуд. А тут французский дворик прямиком из мультика Рататуй. А здесь живут все герои комиксов Марвел. Я тебе еще раз говорю, не вещи меня! Все знают знаменитые парижские парки – Версаль, Елисейские поля, Люксембургский сад. Но вместо них я покажу вам новый парк, о котором даже еще не все парижане знают. Это парк-променад Планте. И он уникальный. Почему? Да потому что его сделали прямо на эстакаде – там, где раньше проходила железная дорога. Вот прямо здесь, где сейчас еду я, ходили поезда, а потом это место забросили. У нас бы наверняка сделали парковку, а французы решили сделать парк над землей. Посадили деревья, кусты, и люди бегают, отдыхают. Здорово! Молодцы, парижане! Организовали себе настоящий оазис среди мегаполиса. Здесь очень много зелени, деревьев, кустов. И естественно тут еще свежее воздух. Это очень необычный и очень длинный парк – четыре с половиной километра. Парк такой длиннющий. Мне кажется, я уже все деньги прокатала. Так, остановить. Итого. 4,73 евро. Спасибо. Огромный плюс электросамоката в том, что его можно ставить где угодно. Не переживайте, забрать его приедет специальный человек. Самое главное развлечение в Диснейленде – это аттракционы. Точнее, не так. 51 незабываемый аттракцион. Здесь просто нереально огромные очереди. Без фаст-пасса никуда. Фаст-пасс – это билет, по которому можно проходить на аттракционы без очереди. Удовольствие не дешевое – 150 евро. В парке есть несколько 3Д-аттракционов, где можно побыть и джедаем из «Звездных войн»… И мышонком из мультика «Рататуй». Но самые крутые аттракционы… экстремальные. Я вам покажу свой рейтинг лучших развлечений парижского Диснейленда. Третье место – аттракцион «Хот Уиллз» – горячие колеса. Аттракцион «Хот Уиллз» – вперед говорит мой внутренний ребенок, назад говорит мой вестибулярный аппарат. Третье место – американская горка «Индиана Джонс» и храм опасности. Третье место – американская горка «Индиана Джонс» и храм опасности. Местами страшноватый аттракцион, но я теперь как «Индиана Джонс» нашел приключения на свою жизнь. Но самый жуткий, леденящий душу аттракцион – отель «Голливудская башня». Это высоченное здание, стилизованное под заброшенный отель. Говорят, в ночь на Хэллоуин здесь случилась ужасная история. В отель попала молния. А пассажиры, которые ехали в лифте, превратились в призраков. Все заходят в тот самый лифт и начинается. Вверх! Вниз! Снова вверх! Ого, как высоко! Свободное падение! Все как настоящий Голливуд – сплошные взлеты и падения. Ой, как красиво. Старина Хемингуэй не врал, когда говорил, что Париж – это праздник, который всегда с тобой. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! ВЗРЫВ ПАРИЖЕННЫЕ ВЕСЕЙСЯ С каждым в жизни должен случиться Париж! Я в Париже! Те, кто откладывает свидание с ним до лучших времен, поступают глупо. Ведь тот Париж, о котором вы всю жизнь мечтали, можно уже и не застать. Иногда даже не поднимала глаз, чтобы посмотреть на шпиль. А теперь слишком поздно. Ух! 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 Потому что это финал! Привет! Как дела? О, спасибо, что ты спросила. Мой уикенд был триумфальным. Я видел Париж из окошка самого роскошного отеля во Франции. Из окошечка самой парижской машины, сводной глади самой парижской реки. И это было манифик. Вот говорят, что нужно увидеть Париж и умереть. А я считаю, что надо увидеть Париж и в него влюбиться. Это были Орел и Решка вегаполисе. Увидимся в следующем большом городе. А, слушай, Антон, забыла, я там воспользовалась твоей золотой картой и должна тебе, ну я на сапокате каталась, должна тебе 4 евро 73 цента. Дай руку. Вот, это тебе. Правда там немного не хватает. Могу расплатиться багетом, если не против. Мерси. А у меня тоже есть для тебя подарок. Пойдем, смотри. Вид. Вид на триумфальную арку. Шикарный. Харда-багет. Харда-багет. Ну, красиво, согласись, красивый город. Да, красота. Романтичный. Субтитры сделал DimaTorzok